Уважаемые товарищи, открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с новыми назначениями и очередными воинскими и специальными званиями и пожелать успехов в службе, в решении ответственных и сложных задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороноспособности России. Таким серьёзным экзаменом стали и недавние события в Крыму. Они продемонстрировали и качественно новые возможности наших вооружённых сил, и высокий моральный дух личного состава. Благодарю командования и военнослужащих Черноморского флота, других частей и подразделений, расквартированных в Крыму, за выдержку, личное мужество, за чёткие и профессиональные действия, которые позволили избежать провокаций, не допустить кровопролития, обеспечить условия для мирного и свободного проведения референдума. Сейчас предстоит серьёзная работа по модернизации военной инфраструктуры в Крыму. Нужно завершить формирование в новых субъектах Федерации подразделений МВД, МЧС, ФСИН, а также ФСБ, Следственного комитета и ФСКН России. Отдельно обращаю внимание на скорейшее выполнение решения по возрождению Черноморского военно-морского училища имени Нахимова и созданию Севастопольского президентского кадетского училища. Вновь повторю, нужно максимально использовать профессионалов, которые проходили службу в украинских частях, расположенных в Крыму, работали в правоохранительных и других специальных структурах, с достоинством выполняли свой долг и приняли для себя решение служить России. Для них будут сохранены воинские звания, выслуга лет, признаны дипломы об окончании учебных заведений, а денежное удовольствие и социальный статус приведены в соответствие с российским законодательством. Это примерно около четырёх раз наше денежное удовольствие превышает сегодня денежное удовольствие в Украине. В ближайшие дни правительство Российской Федерации примет соответствующее решение по всем вопросам, касающихся выплат пенсии, пособий и денежного удовольствия военнослужащим. При этом мы с уважением относимся к выбору тех украинских военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, которые возвращаются на Украину. Отношение к ним, к их семьям должно быть предельно корректным, как того требуют традиции воинской чести. Уважаемые товарищи, нам предстоит продолжить последовательную работу по укреплению всех ключевых инструментов, гарантирующих безопасность и суверенитет России. И прежде всего речь идёт о вооружённых силах. В результате выполнения гособоронзаказа в 2013 году улучшилось оснащение армии и флота современными образцами вооружения и военной техники. Одновременно повысилась интенсивность и качество подготовки войск. Это подтверждают результаты внезапных комплексных проверок, в том числе состоявшихся недавно в западном и центральном военном округах. В общей сложности в прошлом году проведено свыше трёх тысяч учений разного уровня. Предстоящей осенью пройдёт новое стратегическое, ещё одно стратегическое учение «Восток-2014» с отработкой применения межведовых войсковых группировок и при участии других силовых структур. На очереди и дальнейшее развитие боевого состава группировок наших вооружённых сил, в том числе в Арктическом регионе. Уважаемые товарищи, в обеспечении комплексной безопасности России особая роль принадлежит правоохранительным органам и специальным службам. На недавней расширенной коллегии МВД мы отмечали, что следует закрепить позитивные тенденции последних лет, на этой основе повысить раскрываемость преступлений, добиться качественных сдвигов по таким важным направлениям, как борьба с актримизмом, экономическими преступлениями, обеспечение безопасности дорожного движения и порядка в местах массового пребывания граждан. По линии ФСБ основной акцент должен быть сделан на противодействие террористическим угрозам. Отмечу, что в прошлом году предотвращено 82 преступления террористической направленности, в том числе 13 терактов. Нейтрализовано 278 боевиков, в том числе 43 главаря бандитских группировок. Прошу и впредь действовать столь же активно и наступательно, использовать опыт превентивной работы, накопленной в ходе обеспечения безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, тесно взаимодействовать с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. Серьёзного внимания требуют и вопросы контрразведывательного обеспечения. В свою очередь, пограничная служба ФСБ должна продолжить работу по укреплению всего периметра государственных рубежей России. Ожидают сотрудников СВР своевременного прогнозирования потенциальных внешних угроз безопасности России и конкретных предложений по их нейтрализации. Приоритетная задача Следственного комитета – это обеспечение прочной доказательной базы по расследуемым делам, особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям, имеющим общественный резонанс. Повышенные требования предъявляются сегодня к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания. Важно обеспечить условия содержания заключённых в соответствии с принятыми стандартами, совершенствовать систему охраны подведомственных учреждений, поддерживать там законность и правопорядок. Органам наркоконтроля нужно активнее выявлять и пресекать пути наркотрафика, уничтожать сети распространения наркотиков. На обеспечение комплексной защиты наших граждан в чрезвычайных ситуациях должна быть нацелена работа МЧС. В преддверии летнего сезона следует провести серьёзную работу по профилактике лесных пожаров, проверить готовность техники и личного состава. И, конечно, необходимо помнить о тяжёлых последствиях прошлогодних повадков на реках Сибири и Дальнего Востока. Нужен максимально точный прогноз, какая ситуация будет в этом году, как лучше подготовиться к возможным рискам. Особые задачи у службы специальных объектов, прежде всего, они связаны с обеспечением стабильной деятельности органов государства в нештатных и чрезвычайных условиях. Рассчитываю на вашу профессиональную подготовку, на вашу грамотную работу. Уважаемые товарищи, в заключении хочу ещё раз поздравить вас с новыми назначениями и высокими воинскими и специальными званиями. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы и впредь достойно выполнять поставленные задачи. Желаю вам здоровья и успехов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашим поручением, организованный вывод подразделений украинской армии, изъявивший желание служить, продолжать службу в армии Украины, завершён. Завершена смена государственной символики на всех кораблях и подразделениях, перешедших на сторону России, российской армии. Актов осквернения и неуважительного отношения государственной символики Украины не допущено. Прошу ваше разрешение приступить к передаче вооружения и военной техники Украине. Введу и корабельный состав, и авиация? Так точно. Согласен. Исполняйте. Уважаемые товарищи, ещё раз поздравляю вас с назначениями на должности, поздравляю вас с присвоением вам высоких воинских специальных званий. Уверен, вы сделаете всё, что от вас зависит, для того, чтобы граждане наши чувствовали себя в полной безопасности, чтобы вооружённые силы, специальные органы, правоохранительные органы были на высоте тех задач, которые ставит перед вами общество. Хочу пожелать вам успехов. Спасибо вам большое за службу. Спасибо. 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 Спасибо.